Девушки отдыхают Для меня вообще тогда был шок Леся Бокач уже два месяца не знает, где находится ее родной сын Шестилетнего Юру украл ее бывший муж Василий Бокач Пока он меня держал, у меня эти двое вырывали сына Дитя сразу испугалась Василий и его товарищи ворвались во двор, где гулял ребенок Схватили маленького Юру и увезли в неизвестном направлении Свидетелями похищения стали соседи И понесли Сейчас маленький Юра живет с папой, который зорко следит за тем, чтобы сын не общался с родной матерью И даже решение суда не может заставить его вернуть ребенка Василий уверен, воспитать хорошего сына сможет только он Я хочу, чтобы мой сын сжил со мной в нормальных условиях Я смогу воспитать своего сына и сделать его счастливым Леся находится в отчаянии Заламывала просто, быть хотелось Ребенок должен быть с матерью Надеюсь, все-таки добиться правосудия Сегодня мы попытаемся разобраться, как вернуть похищенному ребенку украденное у него детство Похищение по-одесски Тема нашего эфира сегодня Добрый вечер Разрешите мне представить гостей-экспертов нашей студии Депутат Госдумы Аркадий Баскаев Добрый вечер Член общественной палаты Елена Зелинская Актер театра и кино Сергей Жолобов Актриса Марина Куделинская Радиоведущий Русского радио Дмитрий Оленин И журналист Александр Гройсман Добрый вечер Ну а в кресле главной героини Леся Бокович Мать, у которой похитили сына Здравствуйте Здравствуйте Как получилось, что вот уже два месяца Вы не знаете, где находится ваш сын Юр? Ну, история как бы началась довольно-таки давно Еще с начала года Но 23 мая Я находилась с ребенком дома у себя Целый день не отходила от сына Потому что ребенок боялся даже на улицу выйти И, в общем, не отходила от него ни на шаг В субботу целый день Вот погода была хорошая Пыталась вывести ребенка на улицу Потому что до этого все время держали сына в квартире Как собачку Ребенок отказывался выходить на улицу И когда позвонил бывший муж Попросил увидеться с ребенком Я упросила все-таки Юрчика Выйти, увидеться с папой Ребенок не хотел Не хотел, но я пообещала сыну, что Ничего с ним не случится Мама в обиду ребенка не даст А почему ребенок боялся папу? Потому что до этого Отец не хотел Возвращать мне ребенка В январе 2009 года Он попросил у меня увидеться с сыном Я вывела сына, посадила ему машину Мы договорились, что он привезет мне его 5 января 5 января он на связь не вышел Ребенка он не привез Я начала обзванивать всех знакомых Доконец-то дозвонилась Он взял трубку и сказал Ребенка, я тебе не верну Я как нормальная мать Начала уже бегать сразу по всем структурам Первая побежала в райотдел Сообщила ситуацию, что Не отказываются вернуть ребенка Пошла в райгосадминистрацию Обратилась и в Юстицию И в прокуратуру То есть вы сделали все, что могли Через сколько он вернул ребенка в первый раз? Ребенка он не вернул С января месяца? С января месяца он не вернул ребенка Конечной точкой, куда мне пришлось обратиться Это районный суд Согласно решению которого Должно было быть немедленно Возвращено сына мне Но суд затянут По сей день По вине все того же Моего бывшего супруга Поскольку он то не является в судебное заседание То не является его представитель Они затягивают всячески в судебное заседание 20-го... Лесь, еще раз, если я понял Так все-таки почему ребенок боялся выходить на улицу? Я думал, что уже были случаи похищения Вы рассказываете случаи Да До этого тоже были В 2006 году он тоже был Забрал ребенка из садика Не поставив меня в известность И потом уже перезвонил И сказал, что я тебе сына не верну Первым делом пошла в райотдел Мне пошли навстречу Созвонились Убедили его все-таки ребенка вернуть матери И в этот раз, когда вы выводите ребенка во двор Он приезжает Приезжает не один, как я понимаю, да? Да, но я не видела изначально, что он был не один Он пообщался с сыном И когда Юра ему сказал, что я не хочу идти к тебе Потому что ты меня не возвращаешь маме В этот момент бывший супруг перепрыгнул через двух метров Более чем два метра забор И я думала спрятаться с детем в доме Он догнал посредине двора Схватил меня за руки И когда он еще крикнул Пацаны Пацаны борить малого Когда я увидела, что ко двору бегут толпа людей Потом же выяснилось, что их было пятеро Двое с легкостью перемахнули через те же ворота Только после того, как я начала кричать Звать на помощь То есть соседи уже повыбегали Давайте послушаем свидетеля Который видел все это Внимание на экран Ну вот во дворе крик Я высказал со двора Здесь машина, и там машина стоит И несут ребенка Это самое А он держал, лезь его во дворе А эти три-четыре мужика Молодых парня Такие шайбы вот Что я с ним не справился Я уже сам И понесли То, что они насильно забрали ребенка Это сто процентов я Это не первый случай Он приезжал уже не раз Ух, сразу скандалы Ну скажите, а почему Вот у Василия такая Маниакальная Страсть к ребенку Он считает, что вы плохая мать Или что? Он, в принципе, основным аргументом Считает, что я плохая мать А он какой отец? Вот расскажите Ну, как бы С момента рождения ребенка Особых Отцовских чувств Со стороны бывшего мужа Не было Поэтому, в принципе Ну и одной из причин Того, что мы развелись Была именно эта причина О том, что он не хотел Никаким образом Обеспечивать семью И фактически Может быть Действительно Одной из причин Тоже было То, что я решила Все-таки уйти от этого человека Выйти на работу Зарабатывать Самостоятельно Содержать ребенка Ни от кого не зависеть И воспитывать сына Так, как положено То есть Я понимаю Что это такое Ущемленное Мужское самолюбие Что вы Не ползали по помойкам А выжили Начали свою собственную жизнь И Скорее всего Наверное, да Это амбиция Амбиция этого человека Может быть Даже Давайте послушаем Главную претензию Василия К вам Внимание на экран У ребенка хвостик Отрастила хвостик ребенку Покрасила его В белый цвет Я хочу Чтобы мой ребенок Воспитывался нормальным Человеком Если Ему будет 18 лет То он сможет Сам принимать решение Отпускать ему хвостик Или красить волосы Вот сейчас Я думаю Что для ребенка Будет нормальным Если будет Классическая Нормальная стрижка Между прочим Ребенок С этой прической Ходил С сентября месяца Почему Василий Бывший мой супруг Решил Что именно В январе Нужно решать Этот вопрос А не изначально Ставить Вот тут Можно как бы И увидеть То что В январе Именно были поданы Уточненные исковые требования И все-таки Основной вопрос Основная подоплека Это все-таки Вопросы Раздела имущества То есть он понял Что если он будет без ребенка Ему достанется меньше И поэтому сейчас Ребенок Это как дополнительная Возможность Приз В соревнованиях Да А он воспитывает один Вам кто-то помогал Воспитывать ребенка Бабушки Дедушки Няньки Тетки Ну как бы С 2005 года Я самостоятельно С помощью Да Мне помогали Мои родители Воспитывать сына Мне помогал брат С 2006 С конца 2006 года У меня новая семья Которая Ребенок Моего нового супруга Беспринужденно Называл отцом Называл папа То есть получается Что три года Вы уже живете С другим человеком И это наверное тоже Скажем так Как-то задевает Бывшего супруга Ну не мне судить Я не знаю О чувствах Этого человека Но Поскольку Я знаю его давно Я считаю Что все-таки Этот человек Настолько амбициозен И не остановится Ни перед чем Даже Растоптав Собственного ребенка Давайте сейчас Приложим в студию Человека Который называет себя Няней Вашего сына Это Светлана Вознюк Светлана говорит Что все Что рассказала Леся Это полная Гнусная ложь Встречаем Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Я знаю Что Вы долгое время Были другом семьи Воспитывали Юру Это правда Что Василий Совсем не уделял Внимания Семье Нет Это все неправда Это все Вранье То что она здесь Говорит Понимаете Это Такая плохая мать Я вам хочу сказать Что это Это надо только Забрать у нее ребенка Потому что она Вообще Почти что Не воспитывала Я ребенка С 2003 года Когда мы только Там поселились Я около них Поселилась Я с ребенком была Потому что она То она идет К матери То она идет Куда-то себе В Одессу Едет К своей куме То она еще куда-то То потом она уже На работу пошла Все время Я была с ребенком Гуляла Возилась с ним На горшок садила Вот я все время Кормила его Книжки читала Ну вы няня Но вы няня Это и делали Няня Я была не штатная няня Я никогда Ивану Мне ни копейки Не платили Она меня не заказывала И Василий Меня не заказывал Потому что Поначалу Я понимаете Как бы Когда она начала У меня Ну это я же Первая с ней Познакомилась Я с Василием Даже Никогда даже Слово не проронила Только здрасте До свидания А потом Когда я увидела Что там творится В доме Мне просто Понимаете Что творится в доме Расскажите Вот что творится Я не могу понять Почему она плохая Он замученный приходил Он работал Как белка в колесе А она не работала Нет Она не работала Но он приходит домой И дальше что Ну вот она что Ну а дальше Он просит Он приходит вечером домой Он просит кушать Леся дай мне покушать Ну она говорила Леся Он всегда говорил Дай мне покушать Ну если у нее было настроение Она говорила Хорошо Сейчас Подожди немножко Но если что-то там не так Если она Он что-то ей там не сделал Или что-то вон там Она просила Он ей там Не купил Она сразу, все, не дам, или дает ему, просто бросает, говорит, иди жри. А если он просил, просил и не допросился, а потом она говорит, иди к своим родителям, жри. Вот так она всегда отвечала. А можно задать вопрос? Скажите, вы вот работали няней за бесплатно. Так зачем вы, во-первых, лезли в чужую семью, и кем вы являлись этой семьей, я никак не могу понять. Я была няней, вы понимаете это или нет? За бесплатно? Что? Вы сказали за бесплатно, что вас никто не заказывает, что вам никто денег не платит. Нет, бесплатно, потому что она меня оставляла, она меня потом просила. То ей надо туда, то надо сюда, она меня просила, я ей остановилась. Пожалуйста, до того, как вы стали няней в этой семье, кем вы были до этого раз, и как отец, который с утра до вечера работал, мог участвовать в воспитании ребенка? Вы ведь даже не знаете, что Василий Васильевич является крестным отцом внука Светланы Григорьевны. А когда-то было уже, Леся, это только в 2006 году стал он внуком, этим крестным. Что ты так говоришь? Вы посмотрите, как ребенок теперь одет. Вы понимаете, что когда Василий забрал ребенка 4 января, подождите, дайте мне слово сказать, когда 4 января ребенка забрал Василий от Леси, потому что она ему 5 месяцев ребенка не показывала, и он был, вы понимаете, в этих ботиночках, он был не в зимних, а в осенних. И ботиночки у него настолько были малы, что у ребенка начали выкривляться вот здесь. Ну в Одессе-то, в Одессе не холодно же, нет? Ну не холодно, а январь месяц-то уже было холодно. Мать не может быть плохой, если она не алкоголичка и не наркоманка, это первое. Леся, а вам я хочу сказать, что вы со своим бывшим мужем лишили своего сына триединства, и он сейчас очень страдает от этого, что он не видит и вас. Если он будет только с вами и не будет встречаться с отцом, с ним будет такая же трагедия душевная, понимаете? Если бы я препятствовала тому, чтобы он общался с отцом, 23 мая у меня бы не выкрали ребенка. Давайте мы сейчас делаем короткую рекламную паузу на Первом канале, а далее Лесю ждет сюрприз, который она меньше всего ожидает. Ее бывший муж Василий приехал в студию и готов рассказать все про свою супругу. После рекламы будет жарко, не переключайтесь. В эфире пусть говорят, сегодня мы рассуждаем о том, как вернуть украденным детям их похищенное детство. Выхватывают силы ребенка, это, понимаете, во-первых, для ребенка стресс. Для меня вообще тогда был шок. Леся Бокач вот уже два месяца не знает, где находится ее родной сын. Шестилетнего Юру украл ее бывший муж Василий Бокач. Пока он меня держал, у меня эти двое вырывали сына. Дитя сразу испугалась. Василий и его товарищи ворвались во двор, где гулял ребенок, схватили маленького Юру и увезли в неизвестном направлении. Свидетелем похищения стали соседи. Тут во дворе крик. Я бы сказал, со двора 3-4 мужика, молодых парня, такие шайбы, вот что я с ним не спрашивал. И понесли. Сейчас маленький Юра живет с папой, который зорко следит за тем, чтобы сын не общался с родной матерью. И даже решение суда не может заставить его вернуть ребенка. Василий уверен, воспитать хорошего сына сможет только он. Я хочу, чтобы мой сын сжил со мной в нормальных условиях. Я смогу воспитать своего сына и сделать его счастливым. Леся находится в отчаянии. Заламывала просто, выть хотелось. Ребенок должен быть с матерью. Надеюсь, все-таки добиться правосудия. Ну что ж, я думаю, что сейчас самое время пригласить в студию человека, который имеет другую точку зрения. Он приехал из Одессы и готов рассказать всю правду про свою бывшую супругу. Василий у нас в студии. Встречаем. Василий Бокович. Здравствуйте. Добрый вечер. Василий, как вы решились на такой отчаянный, жестокий поступок украсть сына у матери и не давать несколько месяцев, вот как мы уже знаем, здесь все видится? Я не хотел воровать ребенка, я просто хочу его защитить. Я хочу, чтобы мой ребенок рос нормальным, чтобы нормально воспитывался. И хочу его видеть и участвовать в его воспитании. И я считаю, что ребенок не должен быть оружием, щитом. Всегда вот вперед ребенка, перед тем, как что-то решать. Это ребенок. Вот у меня есть ребенок, значит, у меня есть права на все. Если в суде у нас идет, как Леся уже сказала, вопрос о разделе имущества, Леся всегда после суда, если у нее не получается у меня отсудить там что-нибудь, она, ребенка, я не мог видеть. Я на протяжении там... А что вы делите, извините, эту всю квартиру вот эту или что? Дело в том, что у нас практически нечего делить и в суды идут просто пустые, переливание из пустого порожня. А что же вы тогда не оставите все своей жене, если вам нечего делить, а у вас есть ребенок? Я говорил ей, предлагал много вариантов решения, и деньги предлагал, и квартиры, и дома предлагал. У нас единственный спорный вопрос на сегодняшний день, это дом, который находится напротив моих родителей. Я просто не хочу, чтобы она там жила с ребенком. Понимаю мужское желание не видеть бывшую супругу с каким-то новым хахалем напротив своих окон, когда ты выходишь почистить зубы с утра. Это я могу понять. Но все равно воровать ребенка, пойти против решения суда, это все-таки нужно иметь достаточно более веские аргументы, ненавидеть свою бывшую жену. Что она такого делала, что она вот сейчас не может видеть ребенка? Дело в том, что я с 2006 года, как мы развелись, я был практически лишен возможности общаться с сыном. Видел его очень редко. И было и решение опекунского совета, определено время общения отца с ребенком. Это регулярно нарушалось Лесей, она не давала, постоянно находила либо какие-либо причины, чтобы не дать ребенка, либо просто не брала трубку. Либо когда я звонил, она, грубо говоря, обматерила меня, да и все. Это так, Леся? Я бы хотела все-таки, ну нет, наверное, возможности поставить аудиозапись как раз разговора Василия Васильевича со мной, где он меня матами покрывает. Ну, дело в том, что... Ну, это нормально, наверное, когда люди расстаются и в такой конфликтной ситуации, потому что на самом деле вы доведены до отчаяния. Ну, вы подумайте, пожалуйста, что вы разбили сердце своему сыну. И вы, Василий, и вы. Вы делите сейчас шкуру ребенка, который еще очень-очень маленький, не может решить сам ничего. А вы решаете его судьбу. Я пришел ребенка поздравить на день рождения, допустим, в 2007 году, если я не ошибаюсь. Это был день, когда я мог видеть ребенка, опекунский совет определил, среда. И в нужное время я позвонил, говорю, после дня рождения уже звоню, говорю, я хочу поздравить ребенка. Она сказала, что мне ребенка не даст. Приехал, говорю, давай я приеду, я купил подарок, привезу, поздравлю ребенка. Впустила меня во двор. Я зашел, поздравил ребенка, хотел взять ребенка на руки. Леся набросилась, начала вырывать ребенка. Ее сожитель сзади подбежал, схватил меня, ударил. Ну, я в ответ ему ударил, естественно. Он побежал в машине, взял биту. После этого я лежал в больнице с отрясением мозга. Это правда, Леся? Нет, это абсолютно. У меня есть и справка, когда я лежал. И после этого ребенок вообще не ходил в садик 4 месяца. Ребенка не давала в садик. То есть просто желание общаться с сыном закончилось для вас на больничной койке? Да, да, да. Ну, давайте послушаем, как Леся рассказывает про ваши методы воспитания ребенка. Что ее тревожит больше всего? Внимание на экран. Его гулять не выпускали. Это же не собачка, в конце концов, не кошка, что привязать и будет сидеть на привязи. Пыталась его вывести на улицу. Вот он погуляется немножко и бежит обратно в комнату. Говорит, мама, я лучше буду смотреть телевизор. Ребенка кормили несвойственной детскому организму пищей, шашлыками, сухариками к пиву, шпротами. Чем сорвали поджелудочную сына моему. Ребенка, когда я брал, я всегда с ним старался выезжать куда-нибудь на детские площадки, в Игроленд, Дельфинарий, где можно провести нормальное время с ребенком. Потому что и так нечасто получается его видеть. В принципе, я ребенку ни в чем не мог отказать, потому что видел его раз в два месяца, а то и реже. В садик я приходил для того, чтобы увидеть ребенка, когда Олеся мне не давала. Последнее время, в 2008 году, ребенка мне не давала вообще пять месяцев. Олеся, скажите, а вы заявили в украинскую полицию, что у вас украли сына? Да. Но поскольку Василий Васильевич у нас занимает положение, вернее, его отец занимает положение священнослужителя, имеет, соответственно, уже за это время завелся необходимая связь. И Василий Васильевич, будучи частным предпринимателем, соответственно, тоже налаживает нужные взаимоотношения с людьми из органов власти. Поэтому правоохранительные органы закрывают глаза на всю происходящую ситуацию. Вы меня, Андрей, простите, пожалуйста. Я, конечно, ожидала от вашей программы то, что вы мне поможете, но я смотрю, что это просто превращается в фарс. Простите и всего доброго. Мне нечего сказать вечер. Если Леся настоящая мать, она просто обязана вернуться в зал. И своих детей не бросают никогда матери. Она должна отстаивать свою точку зрения. Это однозначно. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Но вернется ли Леся в эту студию, мы узнаем сразу после рекламы. Она пройдет незаметно. У вас есть три минуты после рекламы. Не прекращайте. Вы смотрите программу «Пусть говорят». Сегодня мы обсуждаем, как вернуть похищенным детям украденное у них детство. Выхватывают силы ребенка. Это, понимаете, во-первых, для ребенка стресс. Для меня вообще тогда был шок. Леся Бокач вот уже два месяца не знает, где находится ее родной сын. Шестилетнего Юру украл ее бывший муж Василий Бокач. Пока он меня держал, у меня эти двое вырывали сына. И все, сразу испугалась. Василий и его товарищи ворвались во двор, где гулял ребенок, схватили маленького Юру и увезли в неизвестном направлении. Свидетелем похищения стали соседи. Тут во дворе крик. Я выскакал со двора, три-четыре мужика, молодых парня, такие шайбы, вот, что я себе не спрашиваю. И понесли. Сейчас маленький Юра живет с папой, который зорко следит за тем, чтобы сын не общался с родной матерью. И даже решение суда не может заставить его вернуть ребенка. Василий уверен, воспитать хорошего сына сможет только он. Я хочу, чтобы мой сын сжил со мной в нормальных условиях. Я смогу воспитать своего сына и сделать его счастливым. Леся находится в отчаянии. Заламывала просто, выть хотелось. Ребенок должен быть с матерью. Надеюсь, все-таки добиться правосудия. Во время рекламы в студии было жарко, все обсуждали, почему Леся не хочет возвращаться в студию и отстаивать свою точку зрения. Хочу этот вопрос задать Светлане. Светлана, вы как лучшая подруга семьи. Почему Леся боится вернуться в студию? Вы понимаете, что это нет. Она чувствует, что она не права, что она не хочет, чтобы показали потом по телевизору. Она же врет все, понимаете? Василий, скажите, но вам было неприятно, когда ребенок был у матери? Вам было больно? Вы хотели его видеть? Теперь представьте, что с ней, когда она не видит своего сына? Дело в том, что ребенок с ней жил. Я не возражал, чтобы он с ней жил. Пусть живет ребенок, но я имею право тоже видеть ребенка, участвовать в его воспитании. Если я, например, хочу сделать какое-то замечание по поводу того, как воспитывается ребенок, либо он не по погоде одет, либо неправильно одет. Если я привожу вещи, мне просто в лицо швыряют эти вещи, когда я покупаю ребенку. А ребенок ходит как оборванец просто. Ну, а вот с другой стороны, как оухнется, так и откликнется. Действительно, может быть, некоторые женщины ведут себя так, что они хозяйки мира, понимаете? А когда у них вот такое происходит, пусть даже, может быть, незаконным путем он выкрал этого ребенка, да? Теперь она сидит и понимает, что она в чем-то не права, и ей нужно просто покинуть студию, потому что у нее никаких аргументов доказать, что она не кидала или что, ничего нет. Вы знаете, я без сомнений не могу одобрить и поддержать вот такой воровский способ решения проблемы за счет ребенка. Налететь, схватить, потащить. Вы же, наверное, сами понимаете, что для него это травма психологическая. И он это еще, когда вырастет, будет долго вспоминать. И еще неизвестно, какие последствия для его здоровья. Но вместе с тем, я очень много подобных случаев наблюдала. У нас действительно есть практика, когда суд в основном становится на сторону матери. Даже если отцу разрешают или присуждают по суду право навещать ребенка, устанавливают дни, и мать нарушает, то у отца нет никаких инструментов для того, чтобы влиять на эту ситуацию. Это правда. И я думаю, что практически все с этим... Я вот в своей жизни сталкивалась очень много. Я сама мать, и я... По той причине, что отец всегда может подать иска в участии в воспитании ребенка. Раз. Второй момент. Смотрите, перед нами сидит человек, который говорит, нам нечего делить. Как же вы тогда будете содержать ребенка, так? Уверяю вас. Не, ну понятно, что там делить, наверное, есть очень много. Мы уже слышим. Дома, бизнес, может, квартира. Спустя какое-то длительное время, вот эту передачу покажут вашему сыну, когда ему исполнится 18 лет. Он не простит вам то, что вы заставили его мать своими словами уйти отсюда. Я думаю, ребенок мне не простит то, если я его оставлю и не смогу дать ему нормальное воспитание, нормальное детство. Вот это он может мне не простить. Не, ну а вам не кажется, что эта мать признает свою вину и уходит из студии? Ну, Аркадь говорит. У меня впечатление такое, что эти вот два молодых человека, они живут не для ребенка, а для себя. Что она, что он. Вы, во-первых, подставили, вот если бы по российским законам, по идее ваших друзей, которые вместе с вами воровали ребенка, нужно подавать под суд. Это похищение человека, как, по крайней мере, рассказывают соседи. Во-вторых, вы должны теперь, раз вы забрали ребенка, дать возможность матери общаться с ним. Вы не даете, насколько я понимаю. Не собираетесь этого делать. Немножко не так, можно... А почему, и еще последний вопрос у меня к вам. А скажите, когда вы работаете? Я понимаю, вы работаете много. С кем находится ребенок? Кто его воспитывает? Сколько времени в сутки вы уделяете своему ребенку? Значит, изначально, изначально я хочу сказать то, что я не воровал ребенка, я пришел, его просто забрал. Я ребенка не видел, забрал его в январе, потому что, когда я приехал, взял 4 января ребенка, 8 градусов мороза, ребенок в осенних ботинках, не одет нормально, дубленка, 5 месяцев я не видел ребенка, я не мог, не мог, не имел возможности купить ему вещи. Он в дубленке, которую я в прошлом году купил, и за счет разворота на дубленке увеличила рукава. Она не попросила меня, не сказала даже. Так вы все-таки скажите, с кем сегодня ребенок? Вы просто могли привезти эти вещи и положить. Василий, вы сейчас делаете, подождите, вы сейчас делаете то же самое, что вы были недовольны, когда вам давали на 2-3 дня, вам было этого мало. Вы сейчас ребенка лишили материнской любви. Недаром в народе говорят, ребенок без матери полная сирота, ребенок без отца полусирота. Дайте ей тогда 2-3 дня, она мать, она обязана видеть ребенка. Вы что вы делаете? Ребенок, все время, когда ребенок находится сейчас у меня, я не запрещаю видеть ребенка. Леся постоянно приходила и общалась на протяжении этого всего времени с ребенком. Она приходила в дом, вернее она не хотела в дом заходить, она на улице общалась с ребенком, я не запрещал. И последний раз тоже в 20-го числа она позвонила, я хочу приехать видеть ребенка, пожалуйста, но меня не было на месте. На вопрос, с кем ребенок, он находится с моей матерью, мать моя воспитала пятерых детей. Мать героиня имеет звание, находится с ребенком, бабушка, у которой нормальное прошлое, она не сидела, не привлекалась ни за какие тяжкие преступления. То есть на самом деле вы лишили ребенка и отца, и матери, потому что вы все время на работе, мама, значит, у мамы вы забрали, и сидит с ребенком вашим, ваша мать, бабушка. То есть получается, вы знаете, вот я вам скажу по собственному опыту, я очень люблю своих бабушку и дедушку, но лучше моих родителей нет никого. И я не хотела бы, чтобы мои бабушка и дедушка меня воспитывали, я считаю, что это счастье, если есть возможность, чтобы родители уделяли внимание. Вы говорите, что я самое главное не могу понять причины, почему же Леся все время так препятствовала вашим встречам. Может быть, вы как-то себя не так вели, может быть, вы все время говорили о том, что вы не вернете ребенка. Что же должно заставить нормальную женщину, которая прожила с вами там три года, все время не разрешать вам видеться с ребенком? Что же вы такого делали, а, Василий? Я не знаю, какая причина, я уже говорил, то, что она мне не давала, после судов, когда она не может решить какой-то вопрос, все, ребенок как оружие. Значит, отец не должен видеть. Одно, ребенок находится, допустим, когда я работаю, когда я не могу видеть ребенка, я на работе, он с моей матерью, это нормально. Он может быть со своей матерью. Мать его также работает, но с кем он будет находиться? С отцом, допустим, Леси, который привлекался дважды за изнасилование, за такое тяжкое преступление. А так и было, он постоянно с ним находился. Вы, наверное, бросили Леси, так понимаю? Нет, это она его. Она ушла, да? Она его. Он еще полтора года не имел никого, когда она уже под одной крышей не жили, только они жили в разных комнатах. Она уже имела сожителя. Все вы знаете? Она имела сожителя уже. Да, я все знаю, потому что я входила в этот дом, я все знаю, да. Ну, на самом деле, от любви до ненависти один шаг. Да, мы вчера любили, а сегодня ненавижу. Я сам в своем детстве, да, был в такой же ситуации, когда родители развелись, и мама не показывала меня ребенку, и мой отец для нее был самый худший мужчина на свете. Я думаю, что каждая женщина, вот сейчас вот глядя на Василия, она вот ненавидит, я вижу это в женских взглядах. Есть такое, да? Это мое, вещи мои, ребенок мой. А я хочу поаплодировать Василию, вы знаете за что? Посмотрите, сидит состоявшийся мужчина, он взял на воспитание ребенка. Я к этому и хочу сказать. Он ему может дать все, буквально все. И почему суды всегда решают в пользу матери? Ведь мать, она не всегда может дать то, что может дать отец. Видно? Посмотрите на него, ведь он побудется о нем. Я дополню ваши слова со своей позиции. И богатство, которое дает он ребенку и считает, что богатство заменит все. Но решив материнской любви, надо другим методом решать все-таки это дело. Да поймите вы, каким бы ни был плохим отец, какой бы ни был плохим отец, любой ребенок, он все равно хочет видеть родного отца. Никакого там отчима, даже самого лучшего в мире отчима. Родной отец, он все равно родной отец, даже если он самый последний человек. Давайте пригласим сюда еще одного свидетеля всех семейных разборок между Лесей и Василием. Это друг семьи Бокач, Ирина Была. Что расскажет Ирина? Встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы подруга семьи. Вот что происходит за кулисами? Расскажите нам. Вы сейчас, Леся, встала и ушла. Что-то, значит, не так, как она хотела. Она вышла и сказала. Я ожидала поддержки. Так она была уверена, наверное, в том, что... Что я ей говорил, да. Да, она ожидала поддержки. Как она не почувствовала этой поддержки. Она просто ушла. Или это, я не знаю, или истерика у нее, когда уже начиналась. Потому что она человек истерический. Она выпивает. Василий, Василий этого не делает. Василий, я хочу сказать, очень хороший отец. Это правда, Светлана? Да. Скажите... Может быть, вот это главная причина всех разборок, что Василий боится отдавать в руки женщине алкоголички? Он еще боится отдавать, потому что там такая семья, понимаете? Там отец, кто там только отец, понимаете? Они там все курят. Они там все выпивают. Ребенок в этой атмосфере. Вот женщина говорит, что не видит ребенка, Василий, это, мать не видела ребенка полгода. Это неправда. Она может видеть его хоть каждый день. Пожалуйста. Она приезжала со своим сожителем. Она же в последнее время, вот это 20-го числа, она же украла ребенка от матушки, потому что матушка себе повредила ногу. И ходила со стульчиком. Она пришла как бы к ребенку и взяла, увидела, что она со стульчиком не может бежать. Я только слышу, кричит матушка, Света, Света, Леся, ребенка забрала. Я вижу, она так его за руку быстренько. А потом как побежала, а этот сожитель уже был поставлен на машину, открыта машина. Ну, я не могла бежать, у меня ноги нет. Кто ее до крайности? Никто ее не довел до крайности. Кто вы такая? Вы ее довели вообще до крайности. Не правда, не правда. Вы просто не знаете ее. Давайте вернемся к Кире. Так все-таки Леся была лукавила, когда говорила, что она не видела там с 4 января ребенка. Конечно, что лукавила. Господи, я вам вот, вот, я вам клянусь, просто в студии что-то неправда все. Ребенка матери, значит, она не совсем уж такая плохая. Как уж вы говорите. Я хочу сказать, вот говорят, он не принимает участие в воспитании ребенка. Отец зарабатывает деньги. Скажите, пожалуйста, как должен воспитывать отец своего ребенка? Сходить на площадку, посмотреть телевизор, поиграть в футбол. Разве это не воспитание ребенка, мальчика? Он отец. Для мальчика, я считаю, отец это не то, что больше, но очень большую роль играет. Красть ребенка, это не выход из положения. И мать, и отец, если это делают, они просто травмируют психику ребенка. Если вы любите ребенка, заботьтесь о нем, оставьте его в покое. От этой матери, мать, которая не может нормально не одеть ребенка, не воспитать его нормально. Если сегодня у ребенка отпущены волосы, покрашен в белый цвет волос, то завтра у него будут сережки в ухе. Василий, вы женились на этой женщине, она родила вам ребенка, вы были на ней женаты три года. Сейчас вы говорите, что она не кудышная мать, что она нехороший человек, все что угодно. Так куда же летели ваши глаза, я никак не могу понять. Вы не знаете, почему она вам не разрешает. Я не вас спрашиваю, я знаю, что вы уже не отец всех, пускай Василий ответит. Я прошу вас. Она сказала, что она беременная. А как же может, вы скажите, в такой духовной семье, чтобы не верили человеку, который сказал, что она беременная. Скажите, вы женаты были на лесе? Вы женаты были на лесе? Вы женаты были на лесе? Вы были женаты, нет? Я не вас, значит, спрашиваю Василия. Я видел эту семью, я вижу. Да что же вы, вы? Василий, это правда, что вас заставили жениться, потому что она солгала, что она беременна? Да, это правда, ребенок родился после свадьбы уже, мы поженились, по-моему, в 2001 году, а ребенок в 2003 году родился. В 2 года они не были. Это еще ничего, и, в принципе, я с этим смирился, самое главное, чтобы жизнь была. Если жизни нормальной не было, если, ну, я даже вот ребенка, когда мы жили, вот ребенок всегда был просто вот как оружие. Надо это? Нет. Все, ребенка забрали в комнату. Я в одной комнате, она в другой. Я ребенка даже не вижу, когда мы просто были мужем и женой. Василий, скажите, вот Олеся уже нашла себе нового мужа, а у вас есть уже какая-нибудь спутница? То есть есть ли такие нежные руки, которые воспитывают вашего сына? Потому что сейчас все женщины будут кричать, что ребенок должен обязательно быть с матерью рядом с женщиной, потому что только женщина может его научить каким-то там вот шагам жизни, да? Есть ли женские руки, кроме вашей матери, которые воспитывают вашего сына? Он должен быть с отцом. И отец его должен воспитывать нормально. У меня есть, да, но пока мы, как бы, я не хочу. Нет, мы, у меня есть женщина, да, мы сейчас не о моей личной жизни в данный момент говорим, мы говорим о ребенке. Давайте пригласим вашего адвоката, адвокат Василия Виталий Демченко, сегодня здесь тоже в нашей студии. Несколько вопросов к нему, встречаем его. Добрый вечер. Вот вы тоже видели все, что происходит за кулисами. Как вы считаете, почему Леся ушла сейчас с передачи? Интересный вопрос. Наверное, он адресован ей. Ну, вы видели за кулисами, я понимаю, что вы не судежный. Я еще наблюдал сцену, при которой она разорвала одежду на ваших работниках, устроила скандал. То есть это ее типичное поведение? Да. Получается так. Ну, вы наблюдали ее уже в залах суда, а какие вот у нее требования? И понятно, что то, что вы сделали вы, вроде бы не совсем законно, да, вместе с вашим... Не согласен с вами. Андрей, если бы вы отобрали ребенка, это был бы киднаппинг. Но ребенка отобрал его отец, поэтому нарушения закона здесь я не вижу. Нет, но суд же предсудил ребенка Лесе? Нет, не совсем так. Дело в том, что на момент развода у них не возникало спора в отношении определения места жительства этого ребенка. Поэтому суд в своем решении, естественно, указал, что оставить ребенка на воспитании матери. Спор относительно места проживания ребенка появился в этом году, в январе месяце. И, соответственно, сразу же Василий обратился с иском в суд. Но ведь можно же было тоже решить мирным путем, вы не считаете, чтобы не приезжать, не забирать, а также написать пару бумаг, написать заявление, что вот не дала встретиться, не пустила. Три раза не пустила, взяли, отобрали ребенка. Ну как-то так, нет? Дело в том, что мировое соглашение – это оптимальный вариант разрешения такого спора, любого спора. И над этим мы постоянно работаем. Но судя по тому, что происходит сегодня, как-то работа не очень хорошо ведется. С 2006 года пытались мирным путем решить это все дело, и я обращался с заявлениями органа опеки и попечительства, на что получил ответ обратиться в суд. Что я и сделал в январе месяце. Почему вы не дали разрешение суда? Я взял ребенка, ребенок был у меня, Леся мне дала ребенка. Вы незаконно его взяли. Нет, в январе месяце, значит, я приехал, договорился с Лесей, что хочу взять ребенка, она 5 месяцев мне не давала. Я позвонил ей, сказал, что хочу поздравить на Новый год. Она, есть подарок, поздравить его. Я приехал, она мне вывела ребенка. После того, как она мне вывела ребенка, посадила в машину, я увидел, в каком состоянии ребенок. У ребенка вещи прокурены, этот хвостик сзади, без шапки, в 8-ми градусный мороз. И вот с этим хвостиком уже, дело же не в этом. Вы понимаете, вы травмируете ребенка. Вы сегодня украли, она у вас украла. Я не украл, я взял и после этого я взял. Вот то, что соседи мы видели, говорили, 5 человек, говорят, вот таких ребят. Залезет, вы говорите нет? А что вы говорите? Я не знаю, кому верить. Ну что ж, очень хочется надеяться, что у 6-летнего Юры будет счастливое детство, что мама подлечит нервишки и закончит пить. Папа вспомнит о том, что у ребенка должен быть не только отец, но и мать. И все в этой семье будет хорошо. На сегодня все. Берегите себя и старайтесь близко. До свидания. Почти два месяца минуло с того дня, как от нас ушла Великая Зыкина. Ее голос, ее песни навсегда вошли в Золотой музыкальный фонд России. А как распорядилась своим личным золотым фондом Великая Певица? Только в нашей программе тайна возникновения коллекции драгоценностей Людмилы Зыкиной, которую эксперты оценивают в 25 миллионов долларов. Эксклюзивное кольцо с великолепным кашмирским сапфиром. Таких украшений всего два в мире. У Людмилы Зыкиной и принцессы Дианы. Роскошные серьги с редкими уральскими изумрудами неповторимого насыщенного оттенка. Уникальный перстень с чистейшим бриллиантом в 17 карат. А жерелье из натурального морского жемчуга редкой величины. Двоюродная сестра Людмила Зыкиной, 80-летняя Нина Павловна Воробьева, не претендует на ценное украшение своей знаменитой родственницы. Но она обеспокоена тем, что уникальная коллекция может попасть в руки аферистов. У нее много осталось, у Людмилы всего она осталась. Так кто теперь командует Таня? В нашем следующем эфире наследство Людмилы Зыкиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова